Добрый день! Мы находимся в моем любимом городе Познань и на моем любимом контракте Хэнди. Во-первых, это мои работники. Да, давайте идем. Второй брат. Ну, два брата. Ребята, это мои два работника, которых я секретировала на склад. И, собственно говоря, они здесь работают и немножко нам расскажут о работе на данном предприятии. Первым делом, ребят, чем вы тут вообще, в принципе, занимаетесь? Ну, основная работа – это развантажение товара. Если нет товара, то мы идем на линию, работаем, пакуем, собираем заказы в коробки. Мы развантаживаем, ставим его. Дальше люди уже спадают. Это уже в интернет-магазине. Прямо отсюда мы отправляем уже. Тут есть почтовое отделение. На каждое почтовое отделение мы отправляем товар. Вы его как-то собираете, не собираете? Нет, мы не собираем. Тут есть другие работники, которые собирают. Вас меняют вообще на разные процессы, ставят, да? Это контейнеры не каждый день. Может быть, неделю нет контейнеров. И когда нет контейнеров, то что вы делаете? Например, мы идем на другой магазин. Мы там складываем товар, работаем с компьютером. Я с компьютером работаю, брак упакуем. Брак упакуем. Хорошо. А работаешь со сканером? Вы знакомы вообще? Да, я работаю со сканером. Со сканером работаешь. И как у вас это получается? Ну, там ничего важного. У вас какие-то накладные есть? Вы ходите, собираете, пикаете только либо... Ну, там есть список, где ты должен выбрать товар. И там просто по алфавиту. Там C1, и приходишь до полки C1. И там подписано, там полка. В принципе, это понятно. Вы его куда-то складываете или просто сканируете? Скануем и регистрацию лепим. Регистрация. И потом приезжают ребята? Приезжаем на линию, берем сканер. Там еще сканер для компьютера. Скануем просто в базе данных, он уже появляется. И там уже дальше робочная регистрация. Я поняла. А потом этот товар как отгружается? Приезжает машина. И забирает именно помеченный этот товар, да? Да, да. Ну, там ДПД, есть служба. И есть ГСС, и там мы сразу же выставляем. Отлично. В принципе, работа не тяжкая. Не тяжелая. Это замечательно. По условиям, в принципе, по атмосфере. По атмосферу, это влаштовая. Это четыре люди, блин. Ставления очень отличные, в принципе, ставят. По графику, как вообще вот сейчас у вас с часами смены? Ну, по 10 часов працюем. И с 8 по 6 вечера. С 8 по 6 вечера. 10 часов у вас стабильно, да? Да, да. И одна смена пока что? Нету двух смен? Два. Субботы, скажите, как? Субботы не працюем, не працюем. А вообще субботы рабочие здесь есть? Так, да, и нет. Есть. Это только ваша инициатива по субботам? Ну да, я хочу отпочитить, например. Я вас поняла. Любой момент может пойти на перерыв. 15 минут на обед, кава, он безкоштованно, может сделать себе там. Отлично. А столовая вообще, там можно что-то себе купить? Так, нам замовляют обед. Приезжают к нам, куриентам, проводят 7 дней в еду. Но это за вас что? Ну, платить фирма 10, а мы платим 3 злоти. А, ну за 3 злоти. Кольцовик уже приелось отроки. Одни-то с вами его. А доказать что-то другое? Ну, если попрацюем о 6 месяцев. Там на сайте дают профессорам регистрацию, логин, пароль, можно с ними выбирать. Пока что он выбирает замість нас. Проживание тут же 1,5 километра отсюда. Так, за 20 вилин родим себе недалеко. Но простець. В хостеле живем. В хостеле как по условиям? Да, больше-меньше нормально. Так, добре. Супер, отлично. Дальше какие-то, я не знаю, там, пересесть на этот самый, на погрузчик. Не хотели бы? Ну, это нужно. Так, нужно документы, да. Но если что, если вы здесь задержитесь, то как бы напоминаю, что у нас есть курсы погрузчиков. Так что, если что, имейте в беду. Ну, мне подобаются и электровозики на погане. Да? Да. И вы на них ездите? Так, осень, например, стоите. Отлично. Ребята, я очень рада вас видеть, честно. Правильно. Честно, была очень рада с вами. Вас вживую теперь. Вы тут мало украинцев, я не могу с ним послалкиваться, в принципе. Ну, я этого учу только по-могу. А брат? Також. Боже, я рада, я рада, чтобы мы наконец-то встретились с ними. Все, хорошего вам дня. Всего доброго. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.